Гемофилия – наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса свертывания крови. Хотя на сегодня оно остается неизлечимым, с помощью инъекций течение болезни можно контролировать. Но это сейчас. Когда у Валентины Ивановны Неробеевы родился внук, семья и не подозревала, с чем им придется столкнуться. Страшная правда открылась, когда мальчику исполнилось полгода. Банальная процедура – сдать кровь из пальца – привела на больничную койку. Когда уже за нами приехала скорая, увезли мою дочь, мы с дедом за скорой. И она нам окошко показывает, вот такой вот набулдыжник на пальце и насквозь пропитан кровью. А он уже не мог головку у нас держать. Все такие дети, все. Чтобы спасать, им вводят вот этот креопрецепитат, который готовится из донорской крови. Чтобы одну порцию ему везти, нужно было где-то 22 человека, донора. Первые 7 лет были самыми сложными. Когда Женя стал постарше, он сам начал понимать, что ему можно, а что нет, и старался беречься. Но получалось не всегда. На 10-й день в школе он получил травму коленного сустава и в очередной раз попал в больницу. И мы там отвалялись два с половиной месяца. И, конечно, когда мы вернулись домой, то директор пригласила и сказала, из школы вон. Прямо так, из школы вон. В 2001 году в Оренбурге появилась общественная организация, объединившая больных гемофилией. 58 таких структур по всей стране помогли изменить ситуацию кардинальным образом. В процесс включились и медики. Появление лекарственных препаратов, заменивших компоненты донорской крови, существенно упростило жизнь гемофиликам. Наши дети сейчас прививаются, обучаются в школе. Наши дети сейчас отдыхают. Дети получают такое количество факторов. Настолько всё рассчитано на каждого ребёнка. По весу, по возрасту, там, значит, всё это. И они теперь живут в своё удовольствие. Но и сейчас жизнь больных гемофилией нельзя назвать безоблачной. Такие препараты они вынуждены принимать регулярно. Это месячная доза стоимостью 120 тысяч рублей. В год выходит почти полтора миллиона на одного человека. До сих пор это денежное бремя лежало на федеральном бюджете. В последнее время всё чаще идут разговоры о том, чтобы переложить его на плечи регионов. В области 131 больной. Сумма, прямо скажем, неприподъёмная. Ольга Курганская, Игорь Бероев. Новости дня.